Итак, первый сет финала 0-0 Аплодисменты 0-0 Аплодисменты 0-0 Аплодисменты 0-0 Аплодисменты 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 Семь-шесть. Аплодисменты. 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 10-10. Аплодисменты. 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 11.12 11.12 12.12 14.14 14.14 14.15 14.15 15.15 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 Примещать свою маненцию поближе к своей подруге. Только что начался третий сет. Я, к сожалению, вынужден еще и фотографировать. Второй сет был Левенцов. Начало третьего сета тоже занял. Счет 2-1 в ходе Левенцова. Здорово, здорово! Хорош! Закрутил возика. Правда, возика. 4-2. Возик. Хорошо, здорово, конечно. Ошибки на вращении возик. Для Левенцов идет 5-2. И тут же возик еще раз ошибается на приеме. 6-2. Интересно, как Возик функционально готов. Сейчас увидим. Он все-таки явно уже отдает. Он... Этот уже... Этот он отдает. Ну, Левенцов уже увлекся немножко. Ну, при таком счете, конечно, можно. Но... Все равно это... Да. Возик край снял. Констала. 10-3. Левенцов впереди. Да. 2-9. Левенцов впереди. 2-9. Левенцов впереди. Посмотрим. Продолжаем наблюдать дальше. АПЛОДИСМЕНТЫ Первое очко четвертого сета выиграл Торбин Возик. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Левенцов ошибается в приеме. 2-1 в пользу Возика. И тут же Торбин ошибается в таком удобном для себя мяче. Да. Все-таки последний матч турнира. Не настолько оба свежие. АПЛОДИСМЕНТЫ Торбин явно не выглядит в своей лучшей форме и в оптимальной степени свежести. АПЛОДИСМЕНТЫ Левенцов 4-2 ведет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, великолепная скидка Торби на воздухе, еще становится 3-4. Балансов, 5-3. Вы посмотрите, удобнейший, еще один удобнейший мяч. Алексей не попадает. Уже не первый раз. Тут же еще одна ошибка. Счет уже 5-5. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Пошелся без силы. Приломить сценарий. Так неудачно начавший складываться для него. Запас хороший все-таки у него. Впрочем, это последний чемпион Германии. Завершал уже Дорвый Гвозик. Но не попал. Уводил мяч. Но не попал в струк. 6-7 на подачу Левенцов. Здорово. По месту. Свободный. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, уже здесь. Торган сыграл. Очень здорово. Сначала поставил мяч, который шел очень неудобно. Практически ему в корпус. И уже затем начал атаку, которую привела Кузя Квачка. 8-7 на его подачу. АПЛОДИСМЕНТЫ 9-7. Торган Возик в середину. Теперь Левенцов пытался поймать торгана Возика. На длине подачи. Но Торган был готов все-таки. Не смог Алексей завершить комбинацию. 10-8. Левенцов вывел. 8-ой свой мяч в этом сайте. Напомню, что по сетам гидирует Алексей. 2-1. И теперь подачу Возика. 10-8. 20 баллов. Один сетбол отыграем. АПЛОДИСМЕНТЫ И второй сетбол отыграем. АПЛОДИСМЕНТЫ Извините. Я трех до 11-9. Чего стал 2-2. АПЛОДИСМЕНТЫ Пятый секс. 1-0 идет в возик. 2-0. Извините, 3-0 за счет. Я пропустил один мяч. 3-1. Здоровый верток. Практически с пола вручнул мяч и добавил ему боковое вращение. Мяч прошел, что называется, мимо рта. Здорово. Здорово, Леша. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще 3-3. АПЛОДИСМЕНТЫ Давай, давай, давай. АПЛОДИСМЕНТЫ Возик ошибается в приеме. Еще становится 4-4. АПЛОДИСМЕНТЫ Удобный мяч, конечно, для лицов не попадает. Да, напряжение нервное, конечно. Ну и Возик тоже волнуется, видно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это супер скидка просто. Крещу 4. Такой мяч не взять. Беру на себя смелость заявить. АПЛОДИСМЕНТЫ Здорово. 9-5-6. Да. Возик успел заряжать. АПЛОДИСМЕНТЫ И по линии сыграл очень точно и надежно. 7-5. Впереди Возик. В пятом сете финального матча турнира Пеликан Open 2008. Смотрите, Возик находит в себе ресурсы. Изыскивает ресурсы. И включает турбо-надзуб. Ошибка, ошибка. Ошибка Левенцова. И счет становится просто уже угрожающим. В пятом сете. 5-9. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 6-9. Что Алексей предпримет? АПЛОДИСМЕНТЫ Ах ты, ошибка. Пятый сыр. АПЛОДИСМЕНТЫ Пятый сыр. Сбросить мяч. Оставить мяч в незащищенном углу, но не попал в стол. Ошибка еще одна. АПЛОДИСМЕНТЫ И так мы продолжаем. 6-2, впереди возик. 7-2. Только что Алексей Довинцов был кайм-малку. Пока мяч поиграл лодик. Кто второй сладился у него? Алексей. Здорово. 7-3. Да, отработанная комбинация. Уже у него разводят соперника. И хоть Алексей играет здорово в разврате, но все же это было очень сложно. 8-3. 9-3. Совсем мало шансов. В этом сете. Мы посмотрим, может быть произойдет чудо. И Алексею удастся все-таки достать лодика в этом сете. АПЛОДИСМЕНТЫ Здорово. 5-9. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Принял первый ход и не удалось Алексею все-таки слева забить. Тоже в Узиках пять матч-болов. Алексей Лисов, второй. Закончится финальный матч, здесь мы наблюдаем выступление коллектива. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо. 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 Третье место. Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спортсмен. Второй место. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Алексей Иванович Москва получает медаль за второй место. И призы. Прекрасные кубки. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ПОТЕТ СПОКОЛА При этом века то прин Calonso АПЛОДИСМЕНТЫ Настоящие ветераны. Слава! Браво! Слад Морозим. В кадре Моя жила. Надежда Gone Аплодисменты 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 ПОППИШИСЬ! Спасибо! Спасибо! ПОППИШИСЬ! ПОППИШИСЬ! Более, бассажарский клеток в Польше. Четвертый птиц, Владислава Герошей! Игорь Гурцов! Спасибо! Добро птиц, Владислава Герошей! Игорь Гурцов! Игорь Гурцов! Игорь Гурцов! Игорь Гурцов! Игорь Гурцов! Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, закончился очередной, ставший уже традиционным, надеюсь, турнир «Пеликан Оупен». И я сейчас бы хотел обратиться к главному человеку, на чьи плечи легла вся работа по организации турнира, этого блестящего просто турнира, Георгия Рубинштейна. Георгий, ну, прежде всего, поздравляю с таким турниром прекрасным. Он, вижу, что, ну, просто неформальный, живой, красивый. Хотелось бы тут же сказать, что сказал Саша Савельев по этому поводу только что. Саша Савельев только что сказал, что надо бы московских чиновников загнать сюда, и представить, как нужно проводить турнир. Я могу полностью присоединиться к его словам. А на самом деле, только что сказал, что на плечи мои легла, я бы немножко по-другому сказал, но на мою ногу еще осталось. Да, это мы знаем, сейчас проблема. Очень жаль, что вы не смогли принять участие. Ну, надеемся, что... На самом деле, я бы не принял, потому что мне по организации нужно было столько всего этим заниматься, что не было шансов не принять участие. Георгий, ну, понятно, что, в общем-то, все решалось на, буквально, на личных контактах. А какие были все-таки сложности по приглашениям? Ну, в общем-то, весь турнир мы уже подготовили в течение этого года. И, правильно ты сказал, что на личных контактах с игроками, на личных контактах с тренерами сложности были достаточно большие. Это то, что практически везде закончился сезон, и нужно было после сезона собрать сюда игроков. Вот это основная была сложность. Да. И, в общем-то, ну, зал прекрасный. Зал, ну, я не скажу, что прекрасный. Может быть, свет немножко есть, ресурсы небольшие, да? В ноябре месяце нам был сдан, мы теперь с ноября в этом зале тренируемся. Хороший тренировочный зал. То есть, она, конечно, маловато. Думаю, что со светом у нас, в общем-то, есть уже решение. Есть определенная смета с трибунами, есть тоже смета. И, думаю, до конца лета будет освещение полностью соответствующее другому залу и всем нормативам. И трибуны будут тоже раздвижны, я думаю, что будет все нормально. Хотя, надеюсь, что следующий турнир мы будем проводить, может быть, в другом зале. У нас есть два варианта. Сейчас в университете есть, в конце лета будет сдан спортивный зал хороший на 500 мест. То есть, мы можем в аренду его взять. И у нас в Петролейне, в другом, в нашем населении строится дворец волейбольный спорта. И там будет на 8 тысяч зрителей зал. И при нем будет на 500 зрителей обычный хороший зал. И можно так же там. Но это покажет будущее. А то, что четвертый турнир состоится, я думаю, что это на 100%. А по срокам, Георгий, что можно сейчас ожидать? Мы пробовали два варианта. Один из них был перед началом сезона, в августе. Но я посчитал, что это не очень правильно. Потому что в августе начинаются серьезные проблемы с билетами. Когда все отпускники, дети едут в школу, там, домой. И многие не приехали просто из-за того, что были в июне. Так что, скорее всего, в конце сезона, да? Да, в июне в начале, потому что сезон у нас летний еще пляжный не начался. И еще можно как-то добраться до себя. Ну, как раз где-то после окончания суперфинала, да, клубного чемпионата. После окончания лиги сразу же мы планируем провести этот турнир. Да. Ну что же, Георгий, я могу только еще раз высказать просто восхищение таким турниром. Я вот, который видел турниры, ну, пожалуй, атмосфера мне больше всего понравилась. Да, атмосфера у нас и на прошлом была такая же суперская. Просто потрясающе, да. Отлично, потрясающе. И это, я думаю, что... Пошли не русские. Наша марка. Да, да. Этот турнир, я думаю, с каждым годом... С каждым годом турнир приобретает известность как у нас в России, так и за рубежом. Мы уже там те же поляки, чехи, украинцы, они говорят, что мы с удовольствием еще нашим коллегам расскажем об этом турнире и могут еще более сильные даже играть. То есть усилиться турнир можешь, я надеюсь. Хотя я думаю, что этот турнир очень сильный, я считываю, что был и Возик, и Классов, и Рубцов, и Левенцов, и Касовский. То есть турнир и Дидух был, и очень много игроков было. Буквально в 16 практически тяжело было попасть. Поэтому я думаю, что этот турнир... Вообще этот турнир в истории Калининградской области самый сильный. Ну, я думаю, не только в истории Калининградской области. В истории Калининградской области самый сильный турнир. Ну да, я думаю... Надеюсь, что пока. Думаю, что может быть через годик-через два можно уже задуматься о том, чтобы провести здесь более серьезные мероприятия. Да. Георгий, ну что ж, желаю удачи вам И надеемся, что еще через год увидимся Надеюсь, что через год увидимся Я уже буду нормально ходить А может и играть А может и играть, но если я буду проводить То я буду вряд ли играть Очень жаль, конечно Ну что ж, да, или то, или то Но через два года точно буду играть Уже по пенсионерам Спасибо, Георгий, удачи